Пассивный доход, друзья. Я не знаю, кто-нибудь записывает, нет, но я думаю, что в этом нет и надрези, потому что вот эти ролики у меня есть на YouTube, я могу дать ссылку. Поэтому позже вы можете посмотреть, либо дать это вашим партнерам. Год назад я стал задумываться, друзья, о том, что я делаю, почему происходит то, что происходит на этом рынке. Я просто остановился и ничего не делал, кроме процесса я ничего не делал. Просто ничего не рассматривал, я изучал, но ничего не делал, ничего не присоединялся, потому что чётко для себя осознал, насколько опасно участвовать в тех или иных проектах, приглашая людей, строить структуру, а они исчезают, они исчезают. То есть практически, что меня привлекло ещё 8 лет назад в эту индустрию MLM, это пассивный доход. Не заработать, поверьте мне, не заработать. То, что там обещают большие деньги, что могут заработать некоторые, это правда. Это оно всегда привлекает, а вдруг это произойдёт со мной. И есть ясные шаги, которые можно сделать и достигнуть этого. Но меня привлекло именно пассивный доход. Потому что сам по себе, сам по себе, я ленивый человек. Я не люблю делать те же вещи, вставать по утрам, идти на работу, сидеть там 8 часов на работе, потом приходить, заниматься рутинной работой. Для меня это действительно очень тяжело. Если я прихожу на работу, то я вижу объём работы такой, там есть, я его делаю быстро за час, за два, за три, за четыре, и хочу освободиться, чтобы те четыре использовали для себя. Но когда ты работаешь на кого-то по часовой, то ты должен там дурака валять эти 8 часов. То, что я ненавижу. Понимаете, просто ненавижу. В Америке то же самое. Ты должен просто крутиться, делать ритм, чтобы ты работаешь. Вот это меня бесит. Поэтому я говорю, я очень ленивый, чтобы притворяться. Я любую работу хочу сделать быстро, качественно, но избавиться от неё. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому пассивный доход меня очень заинтересовал. Я просто заболел. И с тех пор я строил пассивный доход. И тема сегодняшняя пойдёт именно о этом. И я пришёл к выводу, что пассивный доход построить можно только в определённых компаниях, где есть стабильность, которые проверены. Стабильный доход можно построить там, где есть консульская линия, хорошая. То есть есть несколько факторов, о которых мы будем сейчас говорить, чтобы вы имели тоже понимание, какое я сейчас имею. Также я назвал это исповедь сетевика. Сетевой маркетинг неотрывно связан с пассивным доходом. Так оно должно быть. Чем он нам интересен? Он даёт стабильность. Когда у нас есть пассивный доход, вы чётко знаете примерно сколько будет поступать в этот месяц, следующий, 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 при этом не работая. При этом вы можете себе позволить просто уйти в воздух. Просто ничего не делать. Просто отключиться полностью от бизнеса. Вот если я отключусь от этого бизнеса, в котором я работаю, на месяц, поверьте, команда будет продолжать делать ту же самую работу. Может быть не так эффективно, но она будет продолжать. А может даже эффективнее, чем с моим участником. Вот это и есть пассивный доход. То есть стабильность. Стабильность и постоянного роста. Даёт возможность заняться любимым делом. А любимых дел у нас очень много. Мы можем его передать детям, внукам. Это уже бизнес, пассивный доход, который мы можем просто передать им. Либо для развития, либо уже как наследство. Но как выяснилось, очень мало сетевиков достигает этого пассивного дохода. И почему? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Почему я назвал исповедь, друзья? Да потому что только через исповедь человек имеет возможность поменять что-то. Вы не можете что-то поменять в вашей жизни, если вы не осознали пагубность того, чем вы занимаетесь, или то, что на вас влияет. Вы должны поменять что-то. А для этого нужно остановиться, остановиться, реализовать, обдумать всё, свесить и увидеть ваши промахи и решить какая-то проблема. Исповедь, исповедь, я её так назвал, сетевика, со словом исповедь ассоциируется приход к священнику, правильно? Ну, отчасти это правильно. Но я обычно это ассоциирую именно исповедь, когда мы останавливаемся и просто признаёмся сами себе в наших неправильных действиях и принимаем решение. И вот я написал такое высказывание. Все выдающиеся личности, которые повлияли на этот мир, умели признавать свои ошибки и не страшились идти против течения. И нам это нужно сделать. Трудно идти против течения, если мы занимались какими-то мелкими проектами, занимались какими-то там, я не знаю, компашками, которые исчезали. И мы, да, ну этим мы занимались. И остановиться не так уж легко. Потому что люди на этом зарабатывают, они строят планы, надежды, ставят ставки на эти проекты. И чтобы остановиться и от них отказаться и начать с чистого листа, здесь нужно мужество. Здесь нужно мужество, и поверьте мне, немало. И каждый должен начать с себя. Вы не можете научиться у кого-то этому. Вы должны просто начать остановиться, задумываться, решить, посмотреть, куда показывает ваш компас, показывает ли он на север или на юг, куда вам нужно идти. Не просто блуждать, как бешеная собака, без цели. Просто ноги ее несет, она вот гонится туда, потом обратно, потом в ту сторону, потом в ту сторону. У нас должна быть цель. Каждый должен начать с себя. Я стараюсь анализировать, понимаете, всю мою жизнь. Если я пришел, понимаете, понимаете, у тебя пришел, у меня что-то не получается. У меня раз за разом те же проблемы. Те же проблемы. Опять какие-то компании, друзья меня приглашают, или я кого-то приглашаю, они куда-то исчезают. Те, кому же разбитому коры, то есть я прихожу один, два, три раз, несколько раз подряд, то значит, есть какая-то проблема, ее нужно решить. Знаете, как пластинка. Там чуть-чуть она испорчена, и вот крутят, и обратно, и обратно. Это нужно исправить. Это нужно исправить, это возможно. Не в домашних условиях, но это можно исправить. И тогда пластинка будет играть всю вашу песню. Но если она перепрыгивает, и опять, опять, опять на том же месте, это нужно исправить. То же самое у нас. Если есть проблема, ее нужно решить, иначе вы будете с каждым разом, каждый круг, когда придет в жизни решать эту проблему, у вас будет такой же толчок, те же проблемы, и они не решат, если вы их сами не решите. Поэтому я проанализировал всю свою жизнь, начиная с детства, взрослым возрастом, 25 лет, когда я поступил в училище. Но это было обсуждено. Когда я занял первое место на республиканском уровне, играя на КОБДИ. Потом медаль в Киеве, конкурс именно Лусенко. В 37 лет я примирился с Богом, в 42 года начал заниматься МЛМ, в 47 я остановился и начинаю анализировать, что же произошло, что мне нужно сделать для того, чтобы двинуться дальше. И вот на тот момент, год назад, я для себя решил очень, очень, что сегодня я каюсь в том, что не проявил верности в самой системе МЛМ. Моя цель сегодня не рассказать, что такое МЛМ, а что таким не является. То есть на тот момент, когда я на себя решил, то я осознал, что проблемы все мои исходят от того, что я просто отошел и не руководствовался правилами МЛМ, а пошел иным путем. Тем путем, которым мне предложили в интернете. То есть без обдумывания, без серьезного подхода и анализа просто выбирал компанию, которая кричит, мы первые, мы новые и так далее, и так далее. То есть без какого-то, без большого ума присоединялся и привлекал людей туда. Так что у нас тут. Не все то золото, что блестит, сказал барон Мюнхаген, сегодня тысячи компаний прикрываются маской МЛМ. это не открытие, правда? Это не открытие. Кто-то скажет, а какая разница? Какая разница? Там приглашать надо, там приглашать надо, там платить надо, там проплачивать надо, там есть маркетинг-план, там есть маркетинг-план. Практически никакой разницы. Главное, чтобы быть первым. Используются те же приемы привлечения, та же система оплаты, система распределения прибыли между дистрибьютором. Вроде бы то же самое. А разница, друзья, все в пассивном, в конечном результате. А к конечным результатам у нас должен быть пассивный доход. МЛМ – это та сфера деятельности, которая может, в конечном итоге, привести нас к пассивному доходу. Хотя наша компания не является МЛМ, но у нас есть элементы МЛМ, привлечения и распределения прибыли. То есть, цель компании, любой компании привести нас к пассивному доходу. Его можно заработать только там, где есть стабильность и долговечность. Вы не можете заработать пассивный доход в МММ. Вы не можете заработать пассивный доход в хайпах. Вы не можете заработать пассивный доход в ЗИКе, в баннере, в ряде таких вот проектах, которые являются по сути финансовыми пирамидами, прикрытыми к грамотам. То есть, я еще раз говорю, финансовая пирамида – это то, что предлагает вам заработать, не приглашая людей. Если вам дают такую возможность купить что-то или разложить какую-то сумму денег якобы на какой-то пакет, и вы можете заработать 100, 200, 300 процентов на этот пакет, никого не приглашая, а это финансовая пирамида. Чистейшая финансовая пирамида. То есть, если МММ признавали, что они являются финансовой пирамидой и предупреждали, то эти пошли другим туда. Они просто обманывают, просто обманывают народ. А народ не понимает, слушает эти сказки и принимает их за чистые монеты. Нету, нет такого бизнеса, где можно зарабатывать, никого не приглашая. Нету в мире. Поэтому, его можно заработать только там, где есть стабильность и долговечность. То есть, там нужно начинать с компании. Стабильность, стабильность, это когда компания минимум 5 лет на рынке. Долговечность, а долговечность можно судить уже по продукту, будет ли он использован завтра, после завтра, будет ли спрос на этот продукт. Нему нельзя прийти за одну ночь к пассивному доходу, нельзя прийти за одну ночь. Нельзя прийти, нельзя считать, что у вас есть пассивный доход, если эта компания живет месяц, или даже полгода, или даже год. Я говорю, минимально это 5 лет. Если ваша компания, к которой вы хотите присоединиться, уже на рынке 5 лет успешно развиваете, и вы можете проследить ее историю развития. А еще лучше, если бы она имела такую проверку, которую имела наша компания Ацет в 2010-м году, тогда вы можете с уверенностью присоединяться. Вывод. Вы никогда не придете к пассивному доходу, строя проекты одноотнешние. Никогда. Потому что они исчезают, с этим исчезает все. Некоторые считают, у меня пассивный доход, потому что я инвестировал, там, я не знаю, тысячу долларов в такой-то хаппинг, и он уже неделю получает. Это несерьезно. Нельзя считать этим пассивным доходом. Доход пассивный, когда вы получаете годы, годы, годы. Два, три, пять, шесть, десять лет. Это пассивный доход. А все остальное – это пародия. А как насчет новых компаний? Вот здесь люди просто, понимаете, это просто болезнь. Ведь если оказаться среди первых, то наверняка разбогатеешь. Так ли это? То есть как выглядит на самом деле? Мы приходим в интернет, утром включаем или вечером включаем скайпы, или доходим в гугл, что-то ищем, и там, или в фейсбуке, и там кричат все. Тук-крику, тук-крику, бомба. Новый проект только вчера начался. Не надо никого приглашать, не теряй свой шанс. Только одна компания, там в другом углу кричит, другая компания. И, естественно, людям трудно догадаться следующим. Если он окажется среди первых, и все окажутся под ним, то он кто? Он на коне, он цар. И сгрядет князей за одну ночь. То есть вы приглашаете человека, даже никогда не слышащего о МЛМ. Вы его обучаете. Показали все. Через неделю он вошел в интернет и услышал приглашение вот таких компаний. И он уже вас приглашает. Все. Он понял, что нужно вас приглашать. Чтобы вы им устроили. То есть у всех вот такой испорченный менталитет. Понимаете? Под себя. У меня столько вот здесь скайпов есть люди, которые меня приглашают. И даже без никакого угрызения, совести. Сергей, я спрашиваю, «Слушай, а почему ты решил, что меня нужно пригласить?» «Ну, ты же хороший лидер, ты спикер, у тебя получится, у нас получится». Я буду проводить ему презентацию, а у нас получится. То есть много мордов для того, чтобы приобрести вот такое понимание, не нужно. Человек быстро разбирается. Нужно пригласить всех под себя. Но болеть в том, что все так думают. Все хотят под себя. И главное – новые компании. Но какая проблема? Какая проблема? Статистик говорит о следующем. Что 95% MLM-компаний не доживает до 3 лет. Они исчезают. 95% компаний. Вот, допустим, сегодня вышло 10 компаний. Сегодня или на этой неделе. Через 3 года 95% исчезают. Перешагнут рубеж пятилетний лишь 1%. То есть из 100% останется только одна компания. Переходит в разряд долгожителей лишь 0,5%. То есть это получится из 200 компаний останется только одна компания. Вопрос. Где гарантия, что вы окажетесь именно среди этого процента? Где гарантия, что вы возьмете, разложите перед собой 200 билетов на столе, 200 билетов и попытаетесь с первого раза выбрать правильный билет? Вот такой у вас шанс. Вот попытайтесь. Это хуже рулетки. Это хуже рулетки. Это хуже любого казино. Потому что один из 200 – это очень-очень малый-малый шанс. В Бресте компания вышла в этот месяц, и вам нужно выбрать, какую из них войти, вложить туда свои средства, вложить свой труд, пригласить людей, построить фруктуру. Есть большой ли у вас шанс? Конечно, нет. Поэтому для того, чтобы выбирать компанию, нужно сначала знать некоторые вещи, чтобы не играть в билет. Учитывая, что на поднятии компания уходит опять от 3 до 5 лет, то уместно вопрос, хватит ли вам времени перебирать каждую из них. У вас 200 компаний, но учитывая, что они каждый месяц приходят новые, 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 если будете перебирать, вам не хватит вечности для того, чтобы попасть на правильную компанию. Если не знать характеристики правильной компании. Все ценное строилось не быстро. Понимаете? То есть всем хочется быстро-быстро-быстро, быстро заработать. Быстро вот это, все быстро. Но все, что быстро строится, оно быстро и разрушается. Поэтому памятники культуры, они строятся веками. Десятилетиями, столетиями. Литературные шедевры. Вот мы посмотрели на памятники в Египте. Мы что думали, что эти пирамиды или другие памятники, они что строились за одну ночь или за полтора года? Некоторые строились десятками лет. Десятками лет. Некоторые сотками лет. Литературные шедевры. Понимаете, есть сейчас бестселлер. И некоторые думают, что бестселлер это что? Вот что вы понимаете под бестселлер? Напишите, пожалуйста. Вот бестселлер, что вы понимаете? Друзья, подключаемся быстро, не теряем время. Вот бестселлер, напишите одно слово. Что, что, какая ассоциация? Хорошая книга, наверное, да? Умная книга. Там много информации. И тут-то было. Бестселлер это лучше продаваемая книга. Лучше продаваемая книга. А для того, чтобы его продать, необязательно, чтобы там содержание было глубокое. Ее нужно просто хорошо рекомендовать. Ее нужно просто хорошо рекламировать. Поэтому бестселлер лучше всего продает эта книга. Так вот, литературные шедевры, такие, так, возьмем, бесценные. Бестселлер. 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 Значит, возьмем Льва Толстого. Он написал «Войной мир». Он использовал там, не знаю, несколько тысяч имен и фамилий, то есть крепостных рабочих. Так она является ценностью по многим причинам. Но исторически я из школы знаю, что он эту книгу собственноручно переписывал в два раза. И ценность не в том, что он это делал, а в ее содержании. Но только для того, чтобы переписать эту книгу, сколько ему нужно было вручную писать времени, а еще осмысливать, а еще переработать. На это ушли годы, на это ушли годы. Поэтому это и есть без цели. Как пишутся сегодня книги, взял оттуда статью, оттуда, оттуда, перепечатал, что-то сказал раз-раз и за неделю книга готова на без цели. Поэтому один раз прочитал кто-то, она уходит, куда-то непонятно, и о ней забывают. То же самое проблема в Ленинакане. Помните, когда была трагедия в прошлом веке, это, по-моему, в 1986, по-моему, да? Ну, вы в этих пределах здесь. То строились дома после этого. То есть до этого строились быстро, это было время перестройки, когда строились дома быстро-быстро, каждой семье по квартире. И не докладывали цемента. Так вот, именно вот эти дома, они и рухнули в первую очередь. И принесли очень много-много жертв. Опять-таки, потому что людям хочется быстро-быстро-быстро. Москва не сразу строила. Давайте мы вот по этой схеме вот посмотрим, да? К примеру, вы присоединились к какой-то компании, который кричит, будь первым в правильное время, в правильном месте, ты первый, подключай под себя, можно зарабатывать без приглашений. Человек присоединяется к компанию А. Она, естественно, быстро растет за счет того, что она новая. А люди на новые, знаешь, папки. Поднялась месяц-два-три, поработала, исчезла. Вы опять возвращаетесь к нулю, к оправной точке. Вы начинаете другую компанию. В. По какой-то причине она тоже через какое-то время обстановилась. Либо в разбитии, либо вообще исчезла. Вы начинаете B, а еще короче пошло. Вы начинаете обозначить D, обозначить G. Взяли эту компанию, разбили, она вроде прожила год-полтора, опять накрылась. Вы опять с каждым разом возвращаетесь к той оправной точке, к разбитому порыду. У вас нет ни структуры, у вас нет ни денег, у вас нет ни пассивного дохода, и у вас только разочарование и недоверие ваших партнеров. Вот что вы заработали за это время. Но у вас есть хороший опыт. У вас есть сейчас возможность просто сесть и подумать. Сесть и подумать. Есть старый путь. Вот есть люди, которые просто мудрые, либо им повезло, либо они через опыт жизненный поняли, что нужно строить что? Бизнес-компания, где имеет определенные характеристики. Она надежная, проверенная. И он развивается потихоньку. У него нет таких больших скачков, как есть в новых компаниях. Видите, они же прыгают. Они чуть ли не по вертикали прыгают вверх. А нормальные компании развиваются по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот и поднимаются, поднимаются. То есть, здесь я поставил молоток и двойцы. Понимаете? Собственный бизнес можно построить в каком-то отрезке времени. Он быстро не строится. Можно забить один-двойц пяти ударами молотка. Можно забить. Но никогда вы не забьете пять гвоздей один ударом молотка. Поэтому забивайте по одному гвоздю. Делайте каждый день определенную работу. Строите свой бизнес. У разбитого корыта почему все-таки вынуждены работать в нескольких компаниях? Есть такой принцип «не клади яйца в одну корзину». Друзья, это принцип инвестирования. И инвестирование умных людей. Они советуют. То есть, если у тебя тысяча долларов, и ты хочешь их инвестировать, не инвестируй в одну компанию. Потому что, если она исчезнет, вы потеряете все деньги. То есть, подели их на десять частей, и инвестируй по сто долларов в разные. Но это имеется в виду инвестирование, где вы доверяете эти деньги кому-то, либо покупаете акции. Но когда мы говорим о компании, друзья, и применяем принцип инвестирования, это неправильно. Это даже не умно. Потому что в компании, если мы присоединяемся, мы там не инвестируем, а мы что? Мы строим бизнес. А вы не можете строить сразу одновременно в десяти компаниях. А сетевики, так называемые, они применяют этот принцип к этому и начинают строить одну компанию, две, три, четыре, пять. И они говорят, ну не, не, не. Я же яйца класть в одну корзину. Как будто люди, которых они приглашают, это яйца. То есть, они берут, этих людей кладут в одну компанию, этих же людей потом в другую, третьих туда. Что они делают? Люди это не яйца. Знаете, каждый человек это целый мир. И как с людьми обращаться, это неправильно. Почему у них никогда не будет пассивного дохода? По простой причине, друзья, потому что компания, которую они развивают, исчезает, они вместо этой компании открывают другую, и постоянно они будут работать. То есть, только потому, что они не развивают бизнес с правильной компанией, вот эти компашки, они уходят, и постоянно ему придется работать. А пассивном доходе этой речи быть не может. У него просто нормальная работа, гастарбайтера, шабашника, того человека, который работает на земле, который ищет работу каждый день, у него же такая же работа, но в интернете. Он ничем не отличается. Если бы кто-то обманул, что он занимается МЛМом, это неправда. Он не занимается МЛМом, он гастарбайтер. Он шабашник. И таких сетельков практически крут-трубить сейчас. И все без денег. За 10 лет у человека, если у человека 5-10 лет за МЛМ, он должен уже иметь пассивный доход. А в основном это 80-90%, то есть больше. Сетельков их денег. И все работают в разных компаниях. Вот это зло, которое сейчас посетило в основном всех сетельков, ее можно. И можно победить, и от нее можно вылечиться, если просто остановиться, а оценить свою ситуацию, сделать анализ своих действий, увидеть, чем ты занимался и почему у тебя те же самые ошибки, выявить эти ошибки и от них отказаться и принять другой путь. Кто их завел в этот ладын? Есть ли выход? Кто их завел? Завел такие же сетевики, которые либо потеряли совесть, либо не дружат с головой, либо другое, либо третье. Но сетевики, которые когда-то работали в каких-то компаниях, не преуспели там. И у них было озарение, такое гениальное озарение на уровне червячка. Если мне пригласить их всех в новую компанию под себя, я стану царем. Все. Гениально. Гениально он додумался, понимаешь? И все буквально быстро становятся гением. Вот за ночь раз проснулся, он такой гений. Я в новую компанию приглашусь, все, я царь. И вот эти сетевики, так называем в кавычках, и приглашают, и распространили вот эту заразу в интернете. И потом пошло-поехало, и другие маленькие проекты, и уже люди, которые приходят новые, из вне приходят на этот рынок, они думают, что это нормальное состояние. Так и должно быть. Но это ненормально, это ненормально. Есть ли выход из этого? Он всегда есть. Но этот выход всегда начинается от решения каждого человека. Я нашел такой стих в Гибли, который говорит, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам ваших». Но они сказали, «Не пойдем». Вот такой ответ вот этих сетевиков. Мы не пойдем по старым путям, мы не хотим стоить нормальный MLM, мы хотим просто урвать, мы просто хотим всех под себя, мы не хотим трудиться, мы не хотим ничего, мы хотим вот... Первый. Первый будет слитки собирать. Если вы в действительности желаете когда-нибудь выйти на постельный доход и иметь достаточное время на ваши личные дела, то вам точно надо остановиться и расспросить о путях древних. Без этой остановки ничего не происходит. Преобразование жизни человека происходит только когда, когда он останавливается, анализирует свою жизнь и принимает радикальные решения. в духовном смысле это называется покаяние. Когда человек раскаивается в своих деяниях, в образе жизни, в образе мышления, в образе действия и принимает решение действовать по-другому. И, конечно, если он делает это самостоятельно, то у него ничего не получится. У него какое-то время будет вдохновение, внутренний стержень будет его поддерживать, но он опять потом вернется на свой путь. Но другое дело, когда он решает эту проблему с Богом и приглашает Бога в свою жизнь, и Бог тогда ему помогает, указывает и поддерживает. И тогда у него получается. Это есть покаяние. Это есть покаяние человека. Такое покаяние пережил и я. 15 лет назад, 12 лет назад я был совсем другим человеком. Совсем другим человеком. Это покаяние произошло. Я присоединился к церкви. С тех пор у меня совсем другая жизнь. Но если говорить об МЛМе, об бизнесе, то же самое. Вы должны это решить, осознать ошибки, которые вы сделали, принять решение, присоединиться к правильной компании. И если в духовном смысле это есть тот Бог, который вам помогает, к которому вы обращаетесь, здесь есть спонсор. Конечно, я не говорю о том, что спонсор — это ваш Бог, и вы должны на него молиться, но это тот, который вам может помочь. Тот, который всегда рядом, который помогает, и он должен это делать, иначе он не спонсор. Поэтому остановиться и решиться нужно каждому, иначе вы будете бегать долгие-долгие годы, и у вас никогда не будет ни пассивного, и денег по большому счету не будет. Потому что реаль показывает, что все эти дети сейчас взберут денег. Пойдите, пригласите кого-то взбить. Первое, что они скажут, что они спрашивают, а в сколько пакет, они не интересуются. Они не интересуются маркетинг-планом или возможностями. Их первое интересует, есть ли у них достаточно денег. Если вы скажете 10 долларов за вступление, они этот проект рассмотрят. Если вы скажете 100-200, у них денег нет. Поэтому они спрашивают, сколько это стоит. для ищущего бизнес, он не спрашивает, сколько это стоит. Он хочет разобраться, что это такое, и что-то ему пронесет. А деньги, это дело такое. Второстепенно он найдет эти деньги. А у таких людей, они постоянно смотрят, что у них нормально есть. А даже не поинтересовавшись, насколько выгодно это дело ему. Давайте посмотрим правильные глаза. Все выдающиеся личности, которые повлияли на этот мир, умели признавать свои ошибки и не страшились идти против течения. Вот я причисляю себя вот к этим великим. И это не громкие слова. И вы, пожалуйста, тоже не смейтесь, а примите как собственный выбор. Станьте вот этим великим. Без этого вы никогда не вырветесь оттуда, где вы находитесь. То есть, если кто-то сделал в мире что-то и стал над многими тысячами, а может миллионами людей, только потому, что они приняли вызов к их бы, они не согласились быть как все. Они не согласны были быть руководимыми какими-то идеями, которые бытуют в их обществе. Они просто напрочь решили, нет, я так поступать не буду, я пройду против течения. Если все болото течет туда, я пойду против течения. Потому что цель моя там находится. Там находится, и я ее вижу. И поэтому мне нужно в этом направлении двигаться, а не то, что общество тебе скажет или какие-то книги и так далее. поэтому все выдаются личности, которые повлияли на этот мир. А мы влияем друг на друга, друзья. Я влияю на вас, вы влияете на меня. Умели признавать свои ошибки. Вот здесь нужно признать свои ошибки. И простить себе, не укорять вашего спонсора или вашего партнера в том, что он вас завел куда-то, вы были там, потеряли деньги. Просто остановите, простите себя и начните движение в правильном направлении. Вы знали свои ошибки и теперь мужественно, без страха идите против течения, идите по направлению к вашей цели. И не важно, куда весь мир капится, у вас есть цель и ваша дорога не вместе с ними. А по дороге вы будете идти и будете встречать людей, которые будут тоже присоединяться к вам и достигать цели. Толку, что я легко иду по течению, если моя цель иди сюда. Толку от этого. Возвращение к истинному MLM, друзья. Хоть наша компания еще повторяю, не позиционирует себя как MLM, все равно принцип MLM естественно. Старый MLM это тот, который если вы помните, кто помнит тут МВА, да, Гирбалайф, я не работал в этих компаниях, но я знаю их школы. Это истинные школы MLM. Есть старая школа, но есть новая, обновленная, используемая многих технологий. Через скайп, через рассылки и так далее. Не важно, вы можете приглашать людей к себе на дом, приглашать в какое-то кафе, там встречаться, делать презентации вживую, можете это делать по скайпу, можете делать вот так через эту конференцию, не важно, но MLM должен быть MLM, но пусть остается, но суть остается той же, выйти на пассивный доход. Не важно, каким методом вы пользуетесь, как вы приглашаете людей, как вы делаете презентацию, не важно. Главная задача выйти на пассивный доход. Вот это и есть суть MLM. Если этого не достигается, то, друзья, вы не в MLM и вы не занимаетесь MLM, вы занимаетесь гастербайком, заработком. Поэтому, если я вам посоветую оставить эту идею заниматься MLM и пойти на завод и продолжать свою работу, я вас не обижу, потому что вы здесь не добьетесь никакого успеха и хуже еще того, что проработав до пенсии у вас не будет этой пенсии, если вы будете работать в таких компаниях из пассивного дохода. А там хоть вам какую-то мизерную пенсию дадут, чтобы не умереть с голодом. Поэтому будьте внимательны, если вы все-таки решили делать MLM, то делайте его правильно, чтобы выйти на пассивный доход. Иначе нет смысла в этом. Сидеть перед компьютером часами, сутками, месяц за месяц, год за годом, чтобы потом не иметь ничего. MLM — это семья. Я считаю, что это семья. И это правильно. В семье создается из двух частей. Это муж, мужчина и женщина. дружеская верность должна присутствовать, иначе это не семья, это просто-напросто использование друг друга. Это эгоистических целей. Законные дети рождаются только в семье. Это тоже понятно. То есть команда у вас может выстроиться, через которую вы получите пассивный доход, только в нормальном союзе. То есть компания, которая выполняет свои обязательства, сохраняет верность. И дистрибьютор в своем личном лице, который тоже сохраняет верность компании, и его совокупники получается семья МЛН под названием «Где рождаются дети». Дети это наша структура, детище это много-много-много-много поколений, это внуки, праздники в третьем, десятом, двадцатом поколении, которых все относятся к вам. Вот это и ваш пассивный доход. Любовницы это бзики, баннеры и так далее, МММы, все, которые приходят, это любовницы, которые очень привлекательны, они очень красивы, хорошо говорят, но развивают нас. Как и любой безумный мужчина, который занимается любовницами он тратит свои деньги, тратит деньги, которые могли бы пойти в семью, тратит свое здоровье. То есть любовницы забирают время, силы и средства, а взамен получаем шиш. Вот то же самое и с этими компаниями, которые приходят, обещают нам очень много, а в конце мы остаемся без денег, без сил, а еще хуже, что остаемся без семьи. Без семьи. Очень важно найти компанию, отвечающую всем стандартам MLM и проявлять ей верность. Вот опять я возвращаюсь к тому, что нужно анализировать и определиться по первой компании. Выбор компании. Как делать выбор компании? Как давно эта компания на рынке? Вы должны задать этот вопрос. Вас не должно интересовать сколько еще осталось до открытия компании. Потому что я вам рассказывал 200 к 1 это хуже рулет или любого казино или карты или лотереи. Как долго компания на рынке? Насколько продукт востребован? Будет ли он востребован завтра или после завтра? Как долго будут люди пользу этим продуктом в будущем? если говорить от нашей компании. Наша компания около 15 лет на рынке, но шестой год с этим маркетинг планом и второй год как Акцесс. Третий год Акцесс. Как вышел наш рататор. Шесть лет компания на рынке. За это время она была проверена федеральными службами Америки. Об этом нужно говорить, об этом нужно знать. Она сейчас легальна всех компаний на сети. Легальность на то, что она зарегистрирована где-то и вот есть регистрационный номер. Я всегда говорю, что в Молдавии сидя за вашим компьютером вы можете зарегистрировать компанию здесь в Америке. Вот платите 300 долларов и вас зарегистрируют. Никаких проблем вы заплатите. И вот номер у вас есть и вы можете показать всем компанию зарегистрированную в Америке. Ну и что? Хотите в Канаде зарегистрироваться, хотите в Португалии зарегистрировать, заплатите деньги. Разве это говорит о том, что это надежно, что она зарегистрирована легально? Это еще не легально. Люди вот эти моменты просто не понимают. Или еще хуже. Вот доменное имя зарегистрировано на целый год вперед. Как будто это что-то чудо. Или на три года вперед. Ну что, заплатил 30 долларов на три года, ну на пять лет заплатил 50, 60 долларов. И что? Вот они имеют серьезные намерения, потому что они выкупили аж на целый 10 лет доменную. Глупость. Глупость. Люди не понимают, о чем они говорят. Поэтому проверенное. А в чем проверенное? Как это проверенное? А мой партнер уже вывел вчера деньги. Кого вчера вложил, а сегодня уже вывел там комиссионную. Вот это проверенное. Проверенное это когда приходят федеральные службы, берет эту компанию замораживать и пересет ее по всем швам. Вот это проверенное. Вот то, что случилось с нашей компанией. Потом извинились, сказали вы правильной компанией, вернули все 26 миллионов долларов, сказали работайте дальше. Вот это проверенное, вот это надежно, вот это легально. Как долго люди будут пользоваться этим продуктом? Скажите пожалуйста, как долго будут пользоваться люди рекламой? Всегда. Поэтому продукт будет востребован и в 21 и 22 веке. Возможно в будущем, что кто-то выйдет на рынок с таким же продуктом. С рекламой может быть, но таким маркетинг планом и с такой структурой как в Акцессе никогда. Никогда. Потому что нельзя повторить вот этого гиганта. Нельзя. Пробовали, взяли практически и скопировали маркетинг план. когда компания была под арестом 5 месяцев вышла точно такая же компания. Точно такая. Таким же маркетинг планом. Но их задача была только собрать деньги. Этой компании давно нет. Этой компании давно уже нет. Зика давно уже нет. Баннер с брокером еще висит, но он уже давно не платит. И так далее. Три семерки закрыли эту компанию в Америке. то есть людям недоступна эта компания. Потому что это финансовая пирамида. Власти заботят о том, чтобы деньги оставались у людей, а не отдавали кому-то за границей. Так же будет истерик с 3, где есть приметы финансовой пирамиды, они все к этому концу пройдут. Столько стран уже открыты. Очень важно работать в одной стране, в двух, трех или сразу в десятки, сотни стран. Наша компания везде, где есть интернет. И где правительство разрешает своим гражданам вести бизнес через интернет. В Беларуси это не разрешает, но все равно эта проблема решается. Как хорошо налажен бизнес? Очень важно, как компания ведет этот бизнес, есть ли презентации и так далее. наш бизнес налажен на лучшем уровне, начиная от саппорта и все, что связано с бизнесом, все стоит на лучшем уровне, все работает как часики. Выбор спонсора это очень важный момент. спонсор спонсор решает очень очень то есть имеет большую роль в вашем бизнесе. Я наблюдаю в глубине моей структуры есть люди, которые потеряли свой спонсор. Они уже долгое время не могли выйти ни на меня, ни на компанию, у них не было информации, что делать. Они просто смотрели рекламу в каждый день и даже некоторые не могли выводить денег, потому что не знали, как это делать. У них накопилось по 500, по 1000 долларов на аккаунте. И они не могли этими деньгами пользоваться, потому что никто им это не покажет. Вот что такое спонсор. Поэтому многие из глубины просто достучались как-то случайно до меня, я им помог, нашел им другого спонсора, вышедшего собственного спонсора. Поэтому, друзья, когда присоединяетесь к компании, убедитесь в том, что ваш спонсор горит этим проектом. Он не просто вас подписал и побежал другую компанию открыть, чтобы туда яйца положить свои, понимаете? Много яйца он боится. Если он боится и у него нет уверенности, что этот бизнес приведет его к пассивному доходу, то не следуйте за ним. Если он, вы знаете, что он уходит по разным компаниям и ставит свои яйца, так называемые, то я за этим спонсором не иди. Даже разговаривать не буду. он должен гореть за то, что он делает. Он должен был быть уверен, что компания, в которой он работает, пришла навсегда. Аксесс компания пришла не на год, не на два метра. Они пришли навсегда. Поэтому то, что я говорю об этой компании, то, что я делаю презентации, я никогда не буду стыдиться. Я помню, в десятом году, когда я ездил туда, в компанию, я не знаю, почему, но я не думал об этом говорить, но так получилось. По вдохновению я сказал, что я благодарен Богу, что он дал мне эту компанию. Я думаю, что Бог дал мне эту компанию. Вы знаете, я не ошибся. Хотя это не были моими словами, я об этом не думал говорить, но так получилось. Навидья сказал, и потом решил, ну, sky будет, посмотрим. Рассказал, сколько проблем не было бы, был и упадок нашей компании, и подъем. Это путь развития. И я сейчас смотрю сейчас на этот ролик, и все, что я там говорил, все, что я говорил, я не стыжусь и не горжусь, это просто данные. Поэтому я не думаю, что ту работу, которую я сейчас провожу, я когда-то буду стыдиться или жалеть об этом. Потому что я смотрю очень оптимистично на мою компанию, АСС. Так, убедитесь, что презентации в школе проводятся регулярно. Когда можете присоединяться? Когда можно присоединяться к вашему бизнесу? В принципе, вот путь, по которому вы можете идти и зарабатывать пассивный доход. В целом обзор, во-первых, нужно остановиться, друзья, остановиться, искать новые компании. На рынке уже есть те компании, которые уже работают. Уже работают. Конечно, я сейчас не буду анализировать те компании, где я не работаю, но я четко могу для себя определить, человек занимается MLM, либо он просто гостарбайтер. Я спрашиваю о его компании, спрашиваю, сколько лет компании, какой продукт, и мне это достаточно. И мне это достаточно. То есть, определить, кто он такой. Контрольный вопрос, есть ли пассивный доход. Это контрольный вопрос. Все. Если он тут что, такой маркетинг-план, и компания только вышла, сейчас мы первые, еще на рынке никого нету, спасибо. До свидания. Понятно, да? То есть, компания должна быть не менее пяти лет на рынке. Она должна быть проверенной, должна быть надежной. Продукт должен быть использован сегодня, только он востребован. Однозначно. Вторая часть, это спонсор. Не спешите регистрироваться под первого человека. Скажите, вы убедились, что компания. Начните всегда с компании. Не то, что она предлагает. Не то, что можно заработать, никого не приглашая. Если вы не любите строить и приглашать людей, у вас никогда не будет пассивного дохода. У вас менталитет. Гастарбайтера. Это неплохое слово. Шабашника. Это тоже неплохое слово. Это неоткорбительное слово. Это просто определение человека, который ищет всегда работу. Да, ему поработать. Такие люди будут работать на земле и зарабатывать, они с голоду не умрут. И такие люди есть в сетевом, в интернете. Они тоже с голоду не умирают, но у них денег никогда нет. Все, что они есть, они куда-то вкладывают, что-то зарабатывают, потом вкладывают, другие и теряют. И практически остаются при наваре. Да, как в том анекдоте. Какой-то объединитель. Я продаю яйца, покупаю за рубль, варю их, продаю тоже за рубль. А прибыль, а я остаюсь с наваром. С наваром. Навар у них та водичка, которая стала после партии. То же самое эти люди. Они вроде бы в пределе, но у них нет денег. И при этом нет времени. При этом нет времени. Вторая часть – это выбрать себе спонсора. Выберите себе спонсора, убедитесь. Или убедите его, если вы пока не видите, что он серьезно относится. Убедите его, если он обещает вам или предоставляет вам возможность познакомиться с вышестоящими спонсорами. Убедитесь, что там все они, наверху, занимаются именно этим бизнесом. А этим бизнесом и занимается уже не один год. И занимается этим серьезно. Только тогда у вас есть шанс выйти на пассивный доход и построить команду. Другими, по-другому, вы просто потратите время. Они уйдут строить в другие компании или относятся к бизнесу не серьезно. А без спонсора вам не то, что трудно, а порой бывает, скажи, бессмысленно что-то делать. Бессмысленно что-то делать. А это, поверьте мне, на своем опыте. Если есть хороший спонсор, если вы в одной упряжке, он помогает вам активно, у вас все получится. Если этого нет, тогда вы должны быть сами себе спонсором. Вы должны иметь такую мотивацию внутреннюю, чтобы изучать весь этот бизнес, вникать в него, делать презентации, помогать своих и все это одному делать. И это тоже возможно, но это очень трудно. И это портилы только уже настоящим лидерам, которые уже вышли из детского возраста, из детского сада, и даже из школы, и даже из института. Они уже вышли из этого возраста, они просто понимают, что жизнь — это не шутка, и за все нужно отвечать и браться в полную ответственность и делать. Брать ответственность на себя и делать. И создавать вокруг себя свою страну. Искать лидеров, помогать, обучать. А это трудно, но это возможно. Но лучше всего все-таки найти хорошего спонсора. Хорошего спонсора. Вот, в принципе, сегодня мы поговорили о пассивном доходе. Где его можно построить? Можно ли его строить в МММ? Конечно нет. Я не осуждаю. Вы хотите, параллельно развивайтесь. Развивайтесь в таких компаниях. Они дают вам возможность просто увидеть, как люди мне не слят, что они предлагают. Мы живем в мире, проходим мимо людей, которые играют на тверденьке. Ну, вы прошли и так и не узнали, что это такое. А пошли, отдали ему там 10 рублей. Погадать. Не угадали, потеряли. Все равно, в таком случае, вы знаете, как это работает. Но сидеть там, приносить все ваше состояние, отдать ему, а вдруг, а вы угадаете, глупо. Если бы он не знал наверняка, что вы не угадаете, он бы там не сидел. Понимаете? То есть, и тем более, не только на земле. Сейчас в интернете этих шулеров очень, они очень, очень хорошо распространяют себя. Они настолько гениальны, что даже не догадаются. Если на земле на Тверпинке, то здесь баннер с брокер. Если там казино, то здесь телекстрейк. Какая разница? Все культурно. Заходит, вас обслуживает. с вами приветливо разговаривает. Никаких проблем. Потому что нужно это понимать. Что в мире нету таких процентов. Никто вам не будет платить только потому, что вы вложили какие-то деньги, ничего не делайте. Никто вам платить это не будет. Бизнес он сам простой. Кто-то что-то создает, это его бизнес, и он отдает за какие-то деньги. Его бизнес закончился. Вторая фаза, кто-то берет этот товар оптом и потом распространяет. Вторая фаза, есть те, которые покупают. Есть еще мельче, которые оптовые, они берут на мелкие партии, и там они тоже свою наценку. Каждый имеет свой бизнес. Но, в принципе, кто-то создает, кто-то распространяет, кто-то покупает. Есть продукт, есть покупатель. Сделка произошла, продажа или купля произошла, вот это есть дыни. Так практически работает. Весь нет. И другого быть не может. Между ними есть нюансы. Есть Форекс, который зарабатывает на разницу и так далее. Но опять-таки друзья, должно быть везде продажа. И там находятся, там тоже продажа покупается, продается. И на этой разнице есть обслуживание, выходит из-за света. То же самое. Есть продукт, продается, деньги поступают распространители и так далее. Вот это есть бизнес. По-другому быть не может. Нет других возможностей легально заработать денег. Все остальное это шумерство. все остальное. И рано или поздно, посмотрите, такие компании, как кошелек Липерт Резерв был полностью закрыт. Сейчас Perfect Money недоступен американцам. Я не знаю насчет Канады. И не то, что недоступен, ты не можешь даже зарегистрироваться. Если у тебя даже был кошелек, ты не можешь отсюда, с территории Америки войти. Закрыт доступ. Сейчас правительство Америки и не только. Вообще правительство Многих стран, они сейчас объединяют из-за чего. Одна из задач, это одна из многих задач, именно закрыть все эти кормушки. Все эти кормушки закрыть и последствия будут отражаться и на таких компаниях, которые явно, явно имеют признаки финансовой пирамиды. И они не смогут выйти в интернет, их будут просто уничтожать. Вот так как по горам якобы ведали за Бен Лаганом, но это сказка для идиотов была, но не важно. То же самое будет уничтожаться, потому что интернет, друзья, это нам кажется, что интернет это свобода. Да, свобода такая, гуляй куда хочешь, ни за что отвечать не надо. Это свобода видимая, поэтому все контролируйте, все контролируйте, и скайп наш контролируйте, и если я в интернете смотрел записи всех этих лидеров, Березовских, Лебедя, то есть переговоры, все прослушивалось, записывалось, только кто-то решил это выставить на все обозрения. А так практически нету человека на земле, которого не прослушивалось. это мир, в котором мы живем. Если мы думаем, что такие проекты они могут беспрепятственно развиваться, и это будет до бесконечности, друзья, это неправда. Если мы сейчас не начнем уже думать, как нам перестолить свою жизнь, и помочь большим числам людей, чтобы они начали заниматься легальным бизнесом, потому что нашу компанию, ее уже проверять нету смысла, она уже легальная и легальнейшая. И сейчас есть смысл просто до того, когда пойдет массовое уничтожение всех этих проектов пирамид, до этого мы можем уже развить свой собственный бизнес и помочь многим людям прийти в нормальный бизнес, легальный бизнес. И быстро, не за ночь князя, из грязи князя за одну нож, а работая нормально, приглашая людей, объясняя, помогая им понимать правильно, что им нужно делать. Шаг за шагом, шаг за шагом, месяц за месяц, пару лет потрудиться и выйти на пассивный доход, который вас не оставит никогда, который вы можете передать вашим детям. Вот о чем я размышляю, и не только размышляю, но я двигаюсь в этом направлении. И моя миссия, я думаю, что она станет миссией многих из вас, дать шанс людям, большим людям, просто выйти из вот этой грязной игры, которая ведется в интернете, выйти из нее, не участвовать в этой проституции, так я называю, интернет-проституция, и никого не хочу обидеть, но лучшего слова я не могу найти. Выйти оттуда, войти в семью, где есть забота, где есть понимание, где есть постоянство, где можно построить собственный бизнес. Вот это было мое обращение к вам в разделе пассивного дохода. На сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Субтитры субтитры субтитры